Дело в том, что нам принесли на комиссию отличный набор. Во-первых, сверху покрытие, это что, зам? Сделано грамотно и на совесть. Таких вещей, к сожалению, уже не найти. Уже кожаная здесь. Значит, внутренние, если это довольно-таки мягкие, вот это вот локоть. Сегодня мы пришли к такому выводу, что раньше думали. Ты снимаешь? Нет, это снимать сейчас походу не надо. Спортсмены, всем здрасте! Сегодня мы поговорим о той форме, которую делали раньше, о том качестве, которое было раньше. И немножко сравним. Дело в том, что нам принесли на комиссию отличный набор. Естественно, мы не могли не снять, потому что такое надо видеть. Хотим немножко похвастаться, чтобы кто таких вещей еще не встречал, может быть, через камеру увидит и поймет, что делали раньше. Современные краги, все вроде здорово, но там ниточки торчат, там швы какие-то кривые. Ну, в общем, как-то так. Евгений, сегодня сотрудник магазина хоккейки, мне в помощь. Так, Жек, ну чего, давай начнем с тобой, поскольку у меня были краги, поговорим о краге, покажем. Вот такие, да. Спортсмены, Баур, что это у нас, 5000 Супримы. Во-первых, сверху покрытие, это что, зам? Зам кожи или кожи? Наверное, все-таки синтетическая кожа, да. Ну, наверное, да, типа зама кожи. Ладошка. Все-таки это не настолько старая вещь, чтобы было из натуральной. Ну да, ладошки. Ладошки, и тут даже с гравировкой, то есть, представляешь, на каком уровне делалось, как было качественно сделано, на совесть. Даже вот такие вот видно будет. Сегодня мы пришли к такому выводу, что раньше думали, чтобы спортсмену было удобно. А сейчас лепят, ну вот, чтобы красиво, ярко и по барабану. Ну, мы потом камера это все дело подснимет. Какие ровные швы. Не торчат ни ниточки, ничего. Все сделано аккуратно. Очень удобные. Вот одеваешь, это у нас 14 размер, мега удобные. Хотя, для меня они, наверное, немножко широкие, да, но очень нравятся. Один из моментов такой важный, да, что покупаешь новые троги современные, очень удобно, все супер. Проходит какое-то время, они разболтались, несколько раз пропотели, промокли и все, начинает уже болтаться. А тут такого не будет. Они как держали свою форму, так и держать будут. На ней на руке сидеть будут всегда четко. У меня, например, варьеры мои уже как лепешка на руке. Хотя им два сезона, я не играю, только тренирую, они уже как лепешка. Ладошки я поменял уже два раза. Не, один раз я поменял, отдал денег. Хотя спецзаказные пятнашку вроде отдал. Ну и плюс вот ладошки. Поэтому... У меня трушки, я наконец подумал, нашел себе идеальные краги, которые мне идеально сели. И вот все, теперь поправляю, подтягиваю постоянно. Кстати, покажи свои трое, они тоже редкие. Давай, мотор, стоп. Ну похвастайся. Вот мои трохи, они мне очень понравились по посадке именно. Настолько понравились, что мне было плевать на цвет вообще. То есть, сели и сели замечательно. Но вот опять же, не так много я в них покатал. И вот, да, получается, нижняя ладошка. Сколько им времени? Слушай, давай во льдах посчитаем, я думаю, 10-15. Ну, 15 льдов. И что с ними произошло? И вот верхняя ладошка. Вроде бы не страшно, но очень неприятно, когда вот такое происходит. Женя просто праворукий. Ну, как-то так. В остальном хорошо, но посмотрим, что дальше будет. Не тот срок еще, чтобы пока делать какие-то выводы. Так, ладно, перейдем на ту форму, которую принесли. Вот еще такой момент. Трусы. Это вообще бомба. Я жалко в них не влезаю. Смены. Вот это трусы. Вот. Во-первых, здесь получается, как доп. защита идет, да. И она, знаете, как идет вокруг вашего корпуса, вокруг тела, туловище, как удобно. И она прям облегает. То есть, в случае какого-то удара, попадания, она не распрямится, а примет удар той же клюшкой, либо там толчок, она возьмет на себя. Сделано грамотно и на совесть. Никаких ниток, никаких швов, ничего не торчит. Катались у них, по-моему, два раза. Вот. Но они явно не больше. Абсолютно, как новые. Вот. Здесь вот так называемый, наверное, плавник. Он получается вроде мягкий, но в то же время в него что-то внутрь вставлено. То есть, он не такой вот простой. Опять же, он выдержит поясницу. Если вот, например, Женя бы играл, да, со спины вот, когда бьют, вот поверьте, вот это место, оно самое, получается, здесь больное. И оно будет выдерживать удар. Очень крутые трусы. Это у нас Бауэр, модель... Это Вапор 10. А, Вапор 10. Вы представляете, даже вот здесь, насколько сделано, продумано. Одна защита и вторая. То есть, дальше, если удар приходит, вот эта часть, она тебе не вопьется в поясницу. То есть, вот эта, она гасит. Вот это берет на себя. Вот это основная, первая защита, она берет на себя как раз-таки тот, тот удар. Очень прикольно сделано, продумано, грамотно. Таких вещей, к сожалению, уже не найти. Это же кожаная здесь, посмотри. То есть, чтобы не изнашивалось, она даже кожаная. Ну, потому что, чтобы вот эта бахрома не торчала влево-вправо. Вот они сделали так. Раньше, повторюсь, думали, чтобы игроку было удобно, чтобы было качественно. А сейчас лепят, абы что. Поехали дальше. Давай дальше. Дальше. Ноги. Йоффа. Йоффа со значком НХЛ. 14 размер. Это у нас 80-60. Внутри. Значит, внутренне довольно-таки мягкие. Вот это вот. Естественно, это на липучке. То есть, всегда можно отдельно постирать. По качеству, ну, я не знаю, что сказать. Я в них не играл, не катался. Пробивают, не пробивают, не скажу. По тому, как они сделаны, прошиты, вопросов тоже нет. Такие сейчас стоят денег и приличных вот в таком состоянии. В таком состоянии первое это не найти, а второе они будут стоить. Это уже вам не Bayer и CCM. Это уже другие вещи. И многие, кстати, охотятся за ними. Нам тоже писали ребята, которые говорят, о, где сейчас взять вот форму, грубо говоря, там, 5-6 летней давности, в идеальном состоянии, чуть ли не новую. Но с такими вопросами где мы возьмем? Да нигде не возьмем. Это вот нам принесли сейчас на комиссию. Я думаю, что день-два это все улетит. Счастливый случай. Вот. Дальше. Локти. Самая интересная, мне кажется, вещь. Приходил ветеран буквально вот 15 минут назад, и он говорит, откуда такие? Ну вот, и с того времени принесли. Короче, он померил, он был удивлен. Во-первых, они легкие, они удобные, они сидят на руке очень удобно, защищают полностью вашу руку, локоть. И здесь еще куча-куча регулировок. То есть вы, любой спортсмен, поднастроит под себя. Ну, Евгений. Опять же, смотри, момент какой. Вот эта защита запястья, это часть налокотника. Ее не нужно покупать отдельно, как он сейчас продается в магазине. Сюда прилетает постоянно на пятаке от защитника клюшкой. Смотри, как все делают. Все руки отбиты. Все закрыто. Вот, обратите внимание, крага, локоть. И абсолютно не мешает. Удобно так же, как бы, что она есть, что ее нет. Потому что раньше думали, чтобы было удобно. А сейчас лепят. Я это уже повторяю. Это бомба. Это классный конструктор. И материал, опять же, да, хоть и тряпка, но нет ощущения, что она протрется завтра уже. То есть это все сделано на сове. Это у нас Bauer WAPOR. WAPOR 10, опять же. Из той же серии, что и трусы. Классная вещь. Не знаю, где найти, где искать. Но вот спортсмены, кто хочет себе что-то толковое, надежное и надолго, вот ищите такие варианты. Как только вы примерите, вы поймете, насколько это удобно. А вообще, можно такие вещи, наверное, и без примерки заказывать, если вы где-то, где-то далеко живете. Ну и что, последнее у нас, чем хотим похвастаться, рассказать, это нагрудник. Шикарный грудак. Тоже йофа. Той же серии, что и щитки 8800. А нет, вру. Щитки у нас были 860. Чем отличается 860 от 8080? Ну, модель более высокого уровня. Вот как бы и так. Ну, тут опять же, даже значок, кто разбирается. Центр Айс, как бы этот логотип, это говорит обо всем. Это про сток. Это, ребята, не ритейл. Никаких ниток. Вот я, кстати, приводил пример. Вот я недавно, когда себе нагрудник подбирал, тоже брал в руки FT1. Ну, вот взять, да. Это топовый нагрудник, который стоит у нас там 13200. Так он везде дороже. Какие-то швы, какие-то нитки торчат. Сделано все, не пойми, как эти липучки, они оторвутся. Вот уже видно даже. Вот, смотрите, я отрываю. Вот она будет отходить. Вот. Здесь, вот кто так делал? Руки оторвать. Кто это шил? Что это за человек шил так пришивал? Какими нитками, какой иголкой? Руки из жопы растут, такое чувство. Вот, это не только CCM, опять-таки же. И у Бавра такого говно-качества куча. Ну вот. Современное производство. Современное производство. Вот это все, вот это шалупень торчит. Вот я сейчас еще дерну, и здесь вообще все полезет, он развалится. А денег стоит немерено. И вот. Я нашел одну ниточку. Давай, где? Вот здесь. Все, больше нету. Ну. По защите. По защите у нее здесь по центру интересная, получается, на грудную клетку она идет. По спине защита более усиленная. Это именно часть позвоночника здесь, по всему, вдоль. Ну, в то время не рассказывали сказки про какие-то невероятные композитные материалы. Из карлона, из чего-то еще. Вот. Нагрудник для хоккея. Хоккейный нагрудник, назовем это так. Вот. Что еще можно сказать? Могу сказать, что очень большая ностальгия по тем временам есть. Опять же, это все здорово. Конечно, она не настолько анатомичная, как современная форма. Это минус здесь и плюс идет туда, к современным. Но, опять же, анатомию-то мы все перетерпим. А вот если они сыпятся, это уже другой момент. Ну, что, на этом, наверное, мы будем заканчивать. Поставьте обязательно лайк. Спасибо огромное тому человеку, кто нам принес данную форму. С удовольствием выставим ее на продажу. Расскажите, кто еще катается в подобных вещах. Очень интересно узнать, много ли вас. Ты думаешь, у кого-то есть? Ну, вдруг. Ну, вот, на этом мы будем заканчивать. В наш магазин мы просто снимаем в рабочее время. Уже вот очередь. Играй в хоккей! Хоккей для всех! Большой выбор новой ИБУ хоккейной формы в магазине Хоккейка.